Волейбольный клуб «Приморочка» пытается сохранить состав. Руководство команды продлило контракты сразу с семью игроками. В сезоне 2017-2018 приморский коллектив продолжит защищать центральные блокирующие Светлана Чеснокова и Анастасия Бурдюкова, диагональная Марина Бондарева, связующие Ольга Лифанова и Екатерина Клименко, либера Вера Гниломёдова, а также доигровщица Юлия Гельманова. Однако оставить всех руководству не удалось, «Приморочку» покинули четыре немаловажных спортсменки. Евгения Снегирёва и Елена Бабкина продолжат карьеру в Нижегородской спарте. Либера Алена Бек перешла в родной Тюмень-ТюмГУ, а Наталья Решетникова перебралась в Уфимочку. В наших планах было сохранение состава. Всем игрокам было предложено продлить контракты с «Приморочкой». Но по ряду причин не все выбрали наш клуб в качестве продолжения карьеры. Для них двери клуба не закрыты, и мы будем рады видеть их в нашем составе в любое время. Старт нового сезона высшей Лиги А начнётся только в октябре. Напомню, что прошлый чемпионат закончился для «Приморочки» с серебряными медалями и лучшим результатом за всю историю команды. Моряки Тихоокеанского флота сошлись в гребной гонке. На базе спортивного центра ЦСКА во Владивостоке прошли традиционные соревнования «Погребли на шлюпках», посвящённые Дню Военно-морского флота России. В мероприятии приняли участие более 100 человек в составе 15 команд. Вместе с военными моряками в борьбу вступили и представители спортивных обществ города и края. По итогам напряжённой гонки чемпионом ТОВ стал коллектив разнородных сил «Шторм». Второе место завоевала команда соединения морской пехоты «Залп», а замкнула тройку лидеров ракетное соединение береговых войск «Ракета». Стоит отметить, что традиционный чемпионат в этот раз был проведён в рамках 85-й Спартакеады Тихоокеанского флота. Во Владивостоке стартует серия любительских матчей по стритболу. Традиционное мероприятие «Гетто-баскет» будет собирать в центре уличного баскетбола «Спартак» всех желающих приобщиться к этому виду спорта. Такие встречи не имеют статуса турнира или чемпионата. Как отмечают организаторы, это спортивное времяпрепровождение с музыкой, матчами 3 на 3 на вылет, а также с розыгрышем многочисленных призов. Попробовать себя в стритболе смогут жители или гости Владивостока любого возраста. Главное – заранее или на месте собрать команду из четырёх человек и вовремя выйти на корт. Традиционно матчи «Гетто-баскет» будут проходить без надзора судей. Нарушения и фоллы объявляют сами команды. Все споры решаются самостоятельно. Принять участие в баскетбольных вечерах можно на Овчинниково 34 в любой четверг с 17.00. Максим Яковлев, Новости спорта на восьмом.